Ребята, всем привет! С позитивчиком, энтузиазмом и вдохновением я продолжаю делать ремонт в своей хатке! Сразу устанавливаем лайчонка! Иду из магазина хозяйственного, произвел закупку, купил плентуса, купил уголок. Да, ребята, кто смотрел предыдущий ролик, я купил уголок в Леруа Мерлен, такой синего цвета, широкий, но он не подходит. К сожалению, он не подходит. Естественно, в Леруа Мерлен, чтобы его сдать, я не повезу, он там стоит 300 рублей. Мне на бензин дороже обойдется, потому что Леруа Мерлен находится не близко от моего дома. Вот, ладно, лежит, когда-нибудь пригодится. Может, на даче пригодится, может, и соседи кому пригодится. В общем, пригодится. В общем, я вот взял вот такой вот простенький уголочек, 100 рублей, он стоит беленький. Вот он отлично будет сочетаться с цветом моего коридора. Также взял заглушки, хренушки, резетку новую купил модную. Вот, в общем, весь комплект обошелся мне 1090 рублей. Вот, сейчас я, значит, дойду до дому и будем продолжать ремонт. Вообще, я удачно проскочил с этим ремонтом. Ну, я имею в виду к тому, что обещают, надвигается на Москву жара, 30 плюс градусов. Я сегодня смотрел телевизор и говорят, ждите, скоро вам будет жарко и невыносимо. А я вот покрасочные работы выполнял, было 23-24. Ну, в общем, комфортно. Ну, комфортно все равно было душно, все равно было жарко. Вот, утомляемость убыстряется. Устаешь быстрее, когда делаешь в духоту что-то такое вот. Вот, типа покраска или поклейка обоев. А представьте, 30 плюс будет. Это вообще кошмар. Просто невозможно ничего делать. Только вот сидеть, оттопыриваться, вентилятор на себя направить и сидеть. Вот так вот, высунув язык. Вот, потому что, ну, если на улице, улица не спасает. На улице тоже не фэн-шой. Вот, лучше всего, конечно, на даче. Вот, так что я проскочил с этой покраской. Ну, и сегодня вот это вот я сделаю. Ну, что, останется потолок, по сути. Ну, и хочу я еще шкаф-купе. Это тоже когда-то потом. Птицы, ядрёны. Ё-моё. Прыгают. Ну, а прежде чем продолжить ремонт, мы проведем так нужную человечеству рубрику «Что можно купить?» На 789 рублей 97 копеек в магазине «Дикси». Итак, друзья, ну, это фирменный пакетик. Товары, как несложно догадаться, у меня почти все акционка. Да-да, не удивляйтесь. Так, первая позиция – это шампунь. У меня закончился шампунь. И вот я вот купил вот такой вот по акции. Гибрид-актив. Витамин, витаминное увлажнение и блеск. Чтобы у меня были блестящие шелковистые волосы. 200 что-то там он с чем-то, вместо 300 что-то там он с чем-то по акции. Акционное молочко. Ну, я в этой рубрике, если что, кто первый раз смотрит, я не говорю конкретно, сколько стоит каждый товар. Я просто говорю общим чеком. Так, вот такое молочко акционное взял. Ну-ка, молочку, ребята. Где она у меня? Вот она, вот она, вот она. Картошечка. Понятно, что это будет, да? Картошечка, пюре. Летом-то как хорошо. Так, взял вот такой вот батонец. Батонец вот такой вот взял. Ремесленный продукт. То есть, это можно сказать, что крафт. Крафтовый хлеб, да? Низкокалорийный продукт. Липун пшеничный. Ну, липун, вылепили его. Вот он вот такой вот. Вот первый раз тоже беру такой хлеб. Наверное, типа что-то как лаваш, наверное, да? Интересно попробовать. Акция стоит, я забрал. Так, ребята, мои любимые. Я их просто обожаю. Вот что-то они у меня по всему пакету рассыпались. Нектаринчики, витаминчики. Обожаю нектарины. Просто обожаю. Я беру нектарины хорошие, такие вот упругие. Эх, упругие я люблю. Так, ну, естественно, барсиковое оборудование. Как же без него? Тоже там по акции. Ну, у меня есть у них там цел куча. Ну, еще пару штучек взял, так захватил. Так, это я зашел в динозаврик. Вкусняшку. Вот мини-колбаски деревенские лакомства. С пюре из говядины. Любят они, зараза, вот эту штуку. Стоит тоже 60 рублей. Там такие вот, ну, такие вот штучки. Типа лакомства, вкусняшки. Я им вот там по 5 штучек. Видите, вот пакетики вот такие вот. И в каждом пакетике по 5-6 штучек. Когда по 5, когда по 6, да. Вот там вот так вот. Вот, и я им даю раз в день. Тархуниц, ребят, 99 рублей забрал. Акционка. И взял вот такую вот колбаску. Австрийская, дымов, колбаса сырокопченая. А то все что-то докторскую, да докторскую. Да, я думаю, по акции стоит. Возьму вот такой колбаски. Колбаски. Я считаю то, что порядочно. В общем, все, ребят. Еще раз напомню. Опа, чек улетел у меня. 789 рублей 87 копеек. Ну, кроме вот лакомства, да. Кроме лакомства. Это динозаврик 160 рублей. Вот такая вот затарочка. Ну что, кумоны в ребаде ремонт делать? Знают уже. Вон они сколько их. Я что, думал, 5. Подожди, подожди, Алиса. Подожди, я буду вам выдавать. А их тут 2, 4, 6, 8, 9. А, вот, когда 9, когда 9. Иди, иди, вали давай. Так, ждите. Вот. Тебе. Тебе. А то я знаю, вы деловые, ядра-нче. Вот. Барсику. Видите, у меня ногти даже покрашены синей краской, охренеть. Алисе. Барсику. Алисе. Так вот и живем. Да, Барсик? Так и живем. Ну вот, про что я говорил. Цвет абсолютно не подходит. Будет смотреться как-то, ну, не казисто совсем. Ошибся я чуток маленько. Ну ладно, ничего. Такие вещи, они пригодятся когда-нибудь. Так. Значит, первую главную. Блин, где у меня? А, вон она. Ой. Первую главную, надо приклеить уголок. Но надо замерить, сколько отрезать. Я модная есть. Рулетка. Ла-ла-и-ла. Вот, да, да. Вот, да, да. Отрезаем 2,50. Так, Барсик, держи вот здесь. Иди, держи вот. Че сидишь? Иди, держи. Засрань. Никакой помощи нет вот этих, а? Одни убытки. Так, 2,50. А уголок сам у нас получается 2,72. Так, 2,50. Ровненько, ровненько. Остался у меня еще от прошлого ремонта вот такой клей замечательный. Надеюсь, он не засох. Не засох. И вот так вот, прямо на модном ковре, мы распределяем его по всей длине. Вот как оно получилось. Ничего страшного, что там Барсиковые волосы откуда-то взялись. Приклеится все, уже проверено. Вот так вот его. Опачка. Этот клей все, что хочешь, клеит, ядрён. И аккуратненько. Может кто-то напишет, ребята, нужен ли вообще этот уголок? Да, нужен. Ну, потому что задеваешь, ходишь порой, что-то затаскиваешь. И потом я вот так вот, полотенчиком. Опа. О, как. Слушайте, это он распределяется так. Труд-руд трещит. Распределение идёт клея по структурное. У нас, у специалистов, оно так и называется. По структурное распределение клея. Ну, а с плинтусами вообще просто. Померил, очертил, берёшь пилку. Пилку, пилу, ёпты. Ровненько. Хотя, даже если будет слегка неровно, ничего страшного, заглушкой прикроется. И аккуратненько отпиливаем. Нужный размер. О, тютелька в тютельку. Писечка в писечку. Ну, и вот так вот все, короче. Там, 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 там. Вот здесь я делать не буду пока, потому что я говорю, шкаф-купе хочу позже. Вот. Если шкаф-купе поставлю, то здесь плинтус не нужен. Если будет плинтус, он будет мешать вплотную к стене прислониться шкафу. Так что вот здесь и вон там я пока делать не буду. Плинтус-сатизацию. А вот здесь сейчас сделаем. Так, посмотрим. дырочки совпадут или нет. А вот так? А, вот так что я? Вот так-то? Их надо вот так. Нет, не совпадают. Ну, да ладно. Не совпадают, проковыряем. Единственное, только сразу одену заглушки. Вот эти. Чтобы было красиво. Потому что потом их уже будет одеть нереально. Так. О! Взял саморезики с шайбочками. Шайбочки одел, чтобы прижим был лучше. Так, ну и вон она у меня дырочка. Сейчас я отверточкой так опачка вот этой просто. Взял саморезики. Нормально. Плинтуса я, в общем, правильно рассчитал. Три штуки мне хватает. А вот. Ну, это с учетом того, что, я уже говорил, будет шкаф-купе. Да, может он до этой стены будет. Сюда вообще не придется делать плинтус. Ну, и вот тут тоже. Может он до пол сильный будет. А может, ну, до щитка должен быть. Нет, до щитка это как это? Так заходишь, а тут такой шкаф-купе у тебя. Не, ну он будет вот где-то вот. Ну, дайся удову, может быть. В общем, шкаф-купе поставлю. При шпандоре сюда плинтуса. Пока вот так вот. Все. Ну, сюда сейчас еще пределы маленьких кусочек. Нет, сейчас даже не буду. Сначала поменяю вот эти доборы. Доборы. Видите, я их закройся, потому что их надо менять тоже. Они уже старые. А вот посветлее возьму. Поменяю доборы, потом сюда плинтус. Ну, так вот. Вот все получилось. Все нормально. Пришлось, кстати, вот этот вот посверлить чуток маленько. Ну, ничего. Нормально. В общем, вот такие плинтусики модные. Это японские у меня. По ним сразу видно. А вот, ну, следующий пункт. Вот это вот сложно делать. Можно было это и не трогать. Да, просто уголки сюда прифигачить. Можно взять еще и просто вайспиртом, вайспиритом отмыть краску. Нет, я хочу поменять доборы. Хочу посветлее сделать. Ну, а на обед у меня та самая картошечка из Дикси. На молоке, да сливочном маслице. Вот такие вот котлетоньки. Это я взял в ремите. Покупные, полуфабрикатные. Просто их пожарил. А вот и салатик. Помидоры, огурцы и редиска. Как в ресторане, да? Помните, ходили в ресторан с вами? Но потом еще в один ходили. Ну, я считаю, что порядочно. Ну, и вот этот вот хлебушек. Видите, я просто его отломил. Всем, кто кушает, желаю приятного аппетита. Так, ну вон он, магазин наш модный. Теперь бы надо где-то установить транспортное средство. Но я думаю, что вот здесь вот установим. Улица Николая Химушина. Хороший магазинчик. Ну, типа Лерой Мерлен. На минималках. Палентуса вон тут всякий. Блин, тут такой выбор, что даже поинтереснее есть, чем я взял. Ну, да ладно. Доборы, доборы. А вот они эти доборы. 465 рублей, 565. Беленькие есть. Ё-моё, это пилинг. Пилить надо будет. Надо будет пилить. Ну, благо у меня есть электроволзик-то. Есть белые. Есть вот такие. Есть из чего выбрать. Так, ну ладно. Сейчас подумаем, определимся с внутренним голосом. Тоже добор? Да. О. Блин, а я что-то не померил-то. Может быть, мне вот такой даже подошел бы. Такой бы подошел бы. Можно взять и если что. Если будет маленький, уголок все равно потом идет. Чем пилить-то, да? Отпилишь, да не ровно. Так, ладно. Так, ладно, сейчас посмотрим, короче. Короче, суммой тысячу рублей, почти если округлить, я покидаю магазин. Думала, 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 и решил я взять все-таки пошире, которые все уж очень узкие. Очень узенькие. Ну, отпилим, ничего страшного. Имеется у меня электролобзик. Лежит уже сто лет без дела. Хоть поработает. Да е-мое, ты специально, что ли, е-п-ты, да? Они длинные, зараза. Но я думаю, что две штуки мне хватит. Я взял. Так. О. Нормально. Я думаю, две штуки мне хватит. Ну, такие взял светленькие под ламинат. Ой, под это. Ну, и ламинат у меня светлый. И эти, как их, плинтуса светлые. Вот, в общем, все будет светлое. Субтитры сделал DimaTorzok Ребята, прежде чем оторвать вот эту доску, я хочу сообщить о том, что у меня есть второй канал. Называется он про еду. Он раньше был игровой тематике. А теперь стал кулинарно-обзирационный. На канале будут выходить обзоры всякой еды, мукбанки, видеорецепты. Так что подписывайтесь, переходите по ссылочке. Она в описании к этому видео. Видеоролики там выходят регулярно. Ребята, подпишитесь от души, и сердце буду признателен. Чем больше вы будете подписываться на этот канал, тем больше у меня будет мотивации снимать ролики-обзирационные. Так, ну что, держатся у меня доборы вот эти на гвоздиках-невидимочках. Все очень просто. Все очень просто. Нифига себе. Вот и всего делов. Вот как все это выглядит. По-хорошему их клеют, наверное, да? Их надо приклеить, но тут клеить не к чему. Вот, благо у меня есть гвоздики-невидимочки. Ну, сейчас я так же отрежу и прибью. И всего делов. Так, надо все ровненько сначала начертить, отчертить. Стык в стык. Стык в стык, чтобы было. Как же давно я ничего не делал электролубзиком. Так, как бы лучше-то. Так, наверное, так. Такой вариант от пилов придумал. Так. Мне лучше той стороной. Широкой. Что-то маленько руки потрясываются, если честно. Так, ну попробуем. Как бы эту не распилить-то, калошницу. Хотя ничего страшного. Ой, ё-моё. Кошмар. Чё это оно так? Нет. Так. Всё. Вот. пусть немного волнами это все равно уголком прикроется и видно нет поэтому я не волнуюсь за ровность ханы отпилить одна есть блин ты чё гнешься-то гвоздь говорят у кого гвозди гнутся тому же на изменяет мне жены-то нету нормально ну вот на невидим очки посадил вот угадайте где здесь гвоздь а он вон он и вы незаметно там по идее клеятся они но я горь не на что клеить на эту мыши нормально и уголочек сверху опанька у черта все не держишься 243 с половиной 243 с половиной аккуратненько клей аккуратненько клей почему я это делаю плотенчиком тоже сделать вот так вот нагреваются руки сразу могут задымится жжет прощелкивание идут такие вот садится ну а где произошел недок раз там будет подкрас подкрас под камаз так вот она тут резеточка сейчас кто-то напишет отчеты сразу не мог резетку снять я же ее тоже частично подкрасил ребят здесь будет новое я купил новый 200 рублей куплю к я новое то тоже как это все желтая вытела уже потому что не прокрас он вообще не радует глаз вот я дурачок вот это сразу не оттер она ой как теперь хреново оттирается них попробовал ладно ножичком поскрипел вместе что чуток маленькая ну вот сейчас буду ходить искать вот эти вот моментики которые надо подкрасить как этот провод идет куда-то вот туда как-то сделан это все фиг знает как но это уже так все было это не нами делано это бывшими владельцами этой усадьбы так сказать так ну вот еще вот сейчас я буду внимательно долго и нудно ходить смотреть где-то подкрашивать красочка подсохла можно устанавливать ну вот красиво более не заметил ну и тут ты ну ты так ребята и чуть не забыл вам сказать подписывайтесь на telegram лёха хомяков ссылка в описании к этому видео тележечка а вот ну что пока все почему пока но потому что еще потолок впереди еще потолок а вот так что ребята чтобы не пропустить потолок не завтрашним днем будет делаться это проект глобальный тоже дорогостоящий чуть чуть попозже а пока вот ну вот как получилось вот ну под прошлым роликом было много недоумений недоуменных как это правильно короче возмущенных комментариев мал что из-за цвет такой цвет ну типа подъезда да то и будка биотуалет и прочее 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 ребят голубой я выбрал но это не потому что мой самый любимый цвет просто так просто выбрал знаете я хотел и не светлый и не темный пересмотрел кучу там вот этих вот цветов разных коку колоров ну вот ну не знаю как то вот ну глаза у меня голубые да под цвет своих глаз сделал колидор кто помнит в начале канала кто смотрел ролики у меня были двери такого цвета стены были белые реально были синие двери а осенны белый теперь наоборот а вот ну вот так вот ребята короче вот так вот все сделано моими руками вот потребовалось неделя я пока вот это все поставил сюда но я говорю дальнейшем я хочу и шкаф-купе шкаф-купешечку пока пусть стоит ну чтоб вот присесть обуться до завязать шнурки сюда я плинтуса устанавливать не стал пока месте потому что я не знаю какой ширины будет шкаф-купе шкаф-купе соберу куплю соберу и тогда уже сюда и сюда плинтуса устанавливать может он будет вот до этой стены хрен его не знает здоровый дурень будет ну и калошницу тоже поставь калошницу если будет стоять шкаф-купе то надо будет и новую калошницу чтобы у нее была возможность но сидушечка было чтобы можно было присесть завязать шнурки тоже так что это времянка время . потом наверное на дачу поедет так ну вот так вот получилось ребят я не знаю конец мне нравится все новое свежее вкусно пахнет в до запах новой квартиры вот новый выключатель видите тоже модных для чего ш а вот так что я не знаю ребят лучше чем было все равно лучше чем был почему не стал переклеивать обои окрасить тоже вопрос был а вот ребята когда вот эти обои клеила клеил их пять лет назад я специальный покупал чтобы обои были с возможности их покрасить это виниловые краще сябой они не отвалятся от краски там как кто-то писал там они тебя пузырится через несколько дней начнут там краска начал отваливаться нет эти обои можно красить если мне надоест этот цвет да я возьму поеду опять леруа мерлен куплю какой-нибудь другой цвет и покрашу в общем опыт уже есть вот шерк 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 два-три дня и всего делов вот ну потолочек конечно поставим вид будет совсем другой сейчас вот и темновато до лампочка отвалилась одна в самой первой части а вот а так в целом ну в общем мне нравится мне нравится и цвет он такой спокойный обычный не пафосный не гламурный простой цвет как небо как море как глаза мои хочу искренне от души поблагодарить всех кто поддерживал проект ремонт на стримах ребят вам большое спасибо от души и сердца поклон дай бог здоровья счастья успехов и всего самого лучшего на свете тех кто поддерживал и материально и морально вот и кто пишет что до нормальный цвет чё вы и древность пристали вам тоже ребята респект пишет 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 все цветы мне нравится да нормально все нормально он блин угар уголочки конечно широковаты да как-то чуеть доборы вообще покупал дорогостоящий когда половину закрыта может было купить которые маленькие вот ну ладно фиг с ним нормально он уголок здесь уголок чтобы никто не уволок ребят подписывайтесь наш канал устанавливайте лайчонка заходите на стрим чонки ну и до скорой встречи пока пока ну и конечно потолок в одном из видео но когда-то когда кама кармашки не будут пустые дырявые закажу потолок поставлю все покажу сейчас пока немного чё-то я потрепался потрепал потрепал свои кармашки потолок это проект все-таки не дешевый вот ребят ну все всем пока души чё до скорой встречи